Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, как мы все знаем, что в 2019 году было опубликовано переиздание ПАРАЦ-2, которое получило название ПАРАЦ-2.1, сформулировало данные критерии американская коллегия радиологов. Давайте рассмотрим, для чего вообще создавалась данная система. Она создавалась для того, чтобы были некоторые стандарты при диагностике рака предстоятельной железы, как в методиках сканирования на мультипараметрических магнитно-темографических изображениях, так и сама интерпретация данных изображений. Что касается самих критериев, принципиально мы видим на слайде критерии ПАРАЦ-2, и они полностью совпадают по категориям ПАРАЦ-2.1. То есть осталась та же пятибалльная шкала вероятности наличия клинически значимого рака предстоятельной железы у пациентов, где первая категория – это клинически значимый рак крайне маловероятен, а 5 – клинически значимый рак крайне вероятен. Что же касается именно сопоставления критериев по различным параметрам, то для периферической зоны принципиально мало что изменилось, но обратим внимание, что тем не менее для периферической зоны динамическое контрастное усиление сохраняет свое значение для выставления баллов по ПАРАЦ. А вот для транзиторной зоны уже произошли некоторые изменения по сравнению с ПАРАЦ-2.0. Об этом мы немножко подробнее поговорим позже. Для начала хотелось бы разобрать, мы по ПАРАЦ оцениваем вероятность наличия клинически значимого рака предстоятельной железы. А что же подразумевается под данным понятием? По ПАРАЦ-2.1, 2.0 определение остается одинаковым. Клинически значимым раком предстоятельной железы считается опухоль суммой глиссона более равно 7, 3 плюс 4. Или объем опухоли должен составлять более 0, либо равен 0,5 миллилитров. Или выявляется наличие экстрапростатической экстензии распространения опухоли за пределы предстоятельной железы. Еще важный аспект системы ПАРАЦ-2 это схема секторов, которая используется для указания локализации рака предстоятельной железы. Она немножко изменилась. Раньше она стояла из 36 секторов непосредственно предстоятельной железе по одному сектору в семенных пузыряках и один сектор в наружном сфинктере уретры. В новой системе добавилось еще по одному сектору, это ПЗПМ на уровне основания предстоятельной железы. Остальные сектора остались такими же, какими и были. Немножко изменилась схема расположения семенных пузырьков. Глобально тоже мало что поменялось в этой схеме. Раз уж мы говорим о мультипараметрической магниторезонансной томографии, то какие параметры используются для диагностики рака предстоятельной железы? Это Т2 взвешенное изображение, это диффузион взвешенное изображение с построением кардиффузии, это Т1 взвешенное изображение с динамическим контрастным усилением и Т1 взвешенное изображение. Что же поменялось в новой системе относительно методики сканирования? Что касается Т2-озвешенных изображений, то ранее не было четко акцентировано количество плоскостей для сканирования в режиме Т2-озвешенных изображений. В данном пересмотре указано четко, что должно обязательно использоваться не менее двух плоскостей, и одна из которых обязательно должна быть аксиальная. Что же касается диффузионно-озвешенных изображений, то раньше тоже не было четко сформулированы обязательные параметры. Были оценены изображения, которые получались по системе РАЗ-2.0, и были сделаны выводы, что если кратко охарактеризовать этот слайд, то нужно для расчета карт диффузии использовать одно низкое значение B-фактора и одно высокое, но не более 1000 секундный мм квадратный. Но обязательно также делать отдельное исследование с значением B-фактора 1400 и более секунд на мм квадратный. И пока мы говорим о диффузионно-озвешенных изображениях, давайте посмотрим, что же изменилось в интерпретации данных изображений. По категории 1 ничего принципиально не изменилось, нет отклонений от нормы. А вот по категории 2 и 3 есть изменения. Изменения в том плане, что опять же не было четко указано, что именно относить к какой категории по изменению диффузионно-озвешенных изображений карт диффузии. Если раньше под категорию 2 попадал именно нечеткий гиперинтенсивный участок именно на картах диффузии, то сейчас уже более четко сформулировано, что это линейный или клиновидный гиперинтенсивный сигнал на ИКД. И такой же, но гиперинтенсивный сигнал на диффузионно-озвешенных изображениях с высоким B-фактором. Для третьей категории раньше тоже указывалось, что по третьей категории подает очаг умеренно гиперинтенсивный на ИКД и изоинтенсивный или умеренно гиперинтенсивный на диффузионно-озвешенных изображениях с высоким B-фактором. Но периодически возникала такая ситуация, например, что очаг мог иметь значимо низкую интенсивность на картах диффузии, а в воздействительных изображениях он никак себя не проявлял. И как же нужно было тректовать этот очаг, было не совсем понятно. Сейчас же к третьей категории относятся очаги, которые тоже имеют некое повышение интенсивности на ДВА или снижение интенсивности на ИКД относительно фона, либо когда имеется выраженное снижение интенсивности на ИКД или выраженное повышение интенсивности на ДВА, но не одновременно в двух этих последовательностях. Что касается четвертой категории и пятой категории, они не изменились никак, специализуются тем, что под данной категорией падает очаг, который одновременно выражен гиперинтенсивный на картах диффузии и выражен гиперинтенсивный на диффузионно-озвешенных изображениях с высоким B-фактором. Но для четвертой категории он меньше полутосантиметров в наибольшем измерении, а для пятой категории он больше полутосантиметров в наибольшем измерении. Отдельного рассмотрения стоит вопрос о динамическом контрастном усилении. Отдельного рассмотрения стоит вопрос о динамическом контрастном усилении. Прежде чем перейти к примеру, хотелось бы еще рассказать о одной особенности диффузионно-извешенных изображений в системе PRA2-1. Там есть такой пункт, что возможно и не исследование без использования динамического контрастного усиления, так называемая бипараметрическая магнитно-резонансная томография. Однако нет настоятельной рекомендации об использовании бипараметрической магнитно-резонансной томографии. И остается довольно большое количество случаев, когда рекомендуется в обязательном порядке использовать динамическое контрастное усиление. Например, у пациентов, у которых есть повышенный уровень пространспецифического антигена, или какие-то другие параметры, которые с высокой вероятностью указывают наличие клинических значимых рака у пациента, а на антифузионно-извешенных изображениях четко не выявляется какого-либо очага однозначно подосредственного на опухоль. Ну или, например, у пациентов после каких-то оперативных мешательств на предстоятельной железе. И вот давайте рассмотрим вкратце пример опухоли периферической зоны предстоятельной железы. Здесь представлено изображение предстоятельной железы мультипалиметической магнитно-резонансной томографии. Видим, что в периферической зоне правой доли предстоятельной железы на границе секторов ПЗПЛ, ПЗПМ на уровне средней трети железы определяется очаг, который гиперинтенсивен на диффузионно-извешенных изображениях, гипоинтенсивен на ИКД, также гипоинтенсивен на тедал-извешенных изображениях и характеризуется ранним накоплением контрастного вещества. Его размер максимальный 8 мм, соответственно, мы выставляем по ПАРАЦ категорию 4. По критериям Т2-озвешенных изображений относительно периферической зоны каких-либо значимых изменений нет, а вот по транзиторной зоне они есть. И стоит также указать, что для транзиторной зоны Т2-озвешенные изображения являются основными для интерпретации по ПАРАЦ. Принципиально, что изменилось? Изменилось то, что стали немного по-другому рассматривать узлы в переходной зоне. В любом случае, под ПАРАЦ 1 попадает полностью инкапсулированный узел. Под категорию 2, то есть, по большому счету, когда низкая вероятность, когда низкая вероятность к ничьей значимого рака председательной железы, попадает почти полностью инкапсулированный узел. Или однородный округлый узел без инкапсуляции, так называемый типичный узел. Или некая однородная умеренно гипоинтенсивная область между узлами. То есть, она попадает уже под категорию именно 2. А вот что касается категории уже 3-й категории, то 4-й и 5-й, то принципиальных изменений по сравнению с ПАРАС 2.0 нет. Поэтому давайте двигаемся дальше. Приведу пример опухоли в переходной зоне. Здесь на уровне верхушки председательной железы в переходной зоне видна опухоль, у которых уйден очаг, который характеризуется пониженной интенсивностью на Т2-освежных изображениях, повышенной интенсивностью на диффузионно-звежных изображениях, пониженной интенсивностью на картах диффузии и характеризуется ранним накоплением контрастного вещества. Также стоит отметить, что на Т2-освежных изображениях он характеризуется нечетким контуром, распространяется на фиброзно-мышечную строму, вероятно, имеется эксокапсулярная экстензия. Размером данный очаг превышает 1,5 см в наибольшем измерении, то есть попадает под категорию ПАЭРАЦ-5. Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что международные стандарты методики сканирования и интерпретации мультипараметрических и магнитно-разносных томографических изображений председательной железы способствуют улучшению диагностики клинических значений рака председательной железы и преимущественности между специалистами. То есть, по большому счету, что рентгенолог в одной стране и рентгенолог в другой стране могут общаться на одном языке по данным параметрам, но также помогает общаться на одном языке между рентгенологами и клиницистами, онкорологами, что тоже крайне важно. И что помогает в конечном счете правильно лечить пациента, ну или наблюдать его. Спасибо за внимание.